Сказание о Кентау Прошло много-много лет. В ущелье утром как-то рано чабан сидел у очага, и вдруг плеча его нежданно коснулась детская рука. Пред ним посоль, едва проснувшись, сын его маленький стоял, и виновата улыбнувшись, он удивленно прошептал, «А кто сейчас здесь пробегал? Их было много, я слыхал, они так весело смеялись, но я их что-то не понял». Чабан за плечи сына обнял, припомнил, что ты, и сказал, «Давным-давно я тоже слышал, когда таким, как ты был, мал, одну легенду звездной ночи мне раз отец мой рассказал. И ты запомнил, и послушай, что от него я услыхал». «Давным-давно у гор однажды, в один из жарких летних дней, чтоб запастись водой от жажды, Завидев издали ручей, пришла верблюдица напиться, легла, напившись, отдохнуть, И взор ее заворожила тех мест природы красота, ей сильно голову скружила, что встать, уйти уж не смогла. И так она лежать осталась там много-много долгих дней, что даже в камень превратилась. Так было сказано о ней. И как-то там совсем случайно чабан сатары проходил, и вдруг, негаданно, нежданно, он узор на камень обратил. «На камне мелкие крупицы блестят на солнце с серебром». Чабан не верил в небылицы. Он догадался, что-то в нем, еще подумал, не случайно, гора верблюдка там лежит, и камень там необычайно, тяжел, загадочно блестит. Решил он камень это взять, ученым людям показать. И вскоре, будто невзначай, поселок стал Мергалимсай. А из него возник там город, руками созданный людьми. Кто телом был и сердцем молот, туда пришедших издали. Одни явились по неволе из мест, где первые лучи земли коснутся на востоке, и день вернется из ночи. Других из мест, где море бьется, в долинах виноград растет, и где вино из бочек льется, судьба злодейка приведет. Несправедливость и жестокость, потеря их родной земли, тепло, сердечность, честь и совесть из сердца вырвать не смогли. Они тот город создавали, там в основание легли, всего, чего их там лишили, их дети здесь приобрели. И дети здесь в себя впитали верблюдку, парки и фонтаны, тюльпаны, горы, родники. Еще глаза, что излучали любовь, открытость, чистоту, и где б они ни появлялись, их узнавали за версту. Казалось, вечно будет длиться, никто не предвещал беду, но суждено было случиться в их век в одном из тех году. Одним судьбой осталось выбрать уехать в дальние края, продать свой дом, кому оставить, так только выживет семья. Они уехали, что делать, спасение, видя в том своем. Уехав, стали там работать, купив машины, кто жилье. Какой достаток их не будет, каким бы ни был их уют, никто тот город не забудет, покой себе не обретут. И стала их судьба такая, тела их там, а души здесь. Душа живет, не умирая, тела со временем умрут. Теперь здесь души их летают, в ущельях наших по ночам, с зарею в город летают. И целый день проводят там. Никто не может их увидеть, нам, людям, это не дано. Лишь только раз один услышать, нам в жизни было суждено. Они по улицам гуляют, в фонтанах плещутся его, шарманят и в футбол играют, в бассейн ходят и в кино. Над ними ласточки щебечут, цветы по улицам растут, их мама рядышком гуляет, отцы их на руки берут. Другие в горы собираясь, с гитарою друг дружку ждут, лучами солнца наслаждаясь, о дружбе верности поют. Вот так весь день они гуляют, вот так весь день они живут. А в полночь вместе в горы улетают и на ночь остаются тут. Сейчас ты их, сынок, услышал, рассказ запомни навсегда. Тот, кто корней своих лишится, не будет счастлив никогда. Ведь люди, как цветы в кувшине, какую воду им не лей, они со временем завянут. Все потому, что без корней. А день уж новый начинался. Чабан присев, закрыл глаза. Вдруг на руку ему нечаянно упала детская слеза. Продолжение следует...